всем привет всем доброе утро просыпаюсь сейчас рано вот смотрите сколько времени где-то половины восьмого вообще словила себя на мысли что как бы просыпаюсь по украинскому времени потому что привыкла сегодня даже по моему первый раз проснулась в шесть часов утра потом еще немножко поспала потому что было очень-очень рано сейчас посмотрю что там за бортом вроде бы как передают что холодно но да воздух прохладный воздух прохладный конечно ничего нагреется оставлю окошко сейчас проведем так мои орхидейки которые поливал юзов сейчас поближе смотрите расцвела это веточка эта веточка полностью расцвела там цветочки такие не буду ее крутить потому что не очень удобно но расцвела так этот цветочек так и есть в покое этому цветочку вроде бы тоже все хорошо но вот это вот одна какая-то желтенькая не знаю почему в общем желтенькая так ну как то может быть он все таки их поближе показать сейчас вот так вот красоточки такие вот ай вот 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 все все не буду больше трогать так пускай цветут привезла с украины картину по номерам хочу рисовать вот идейка вот такая вот значит размер картины 40 до 50 у меня там дома были картины которые вы знаете да тюльпаны и пионы по моему и еще точку забрала домашние свои день это на и кисточке так вот одна кисточка где еще кисточки по дороге кисточки выпали была еще одна кисточка она выпала но там в наборе вот есть какие-то три кисти думаю что мне хватит схема традиционно краски в общем когда у меня будет настроение когда я захочу этим заняться то займусь обязательно нарисую должна быть красивая картина эту картину чуть не потеряла в праге вот потому что когда покупала билет до дрездена из праги то оставила там же на месте потом пошла наверное на табло смотрела может быть биллу сходила кинулась а картины нет получается у меня здесь был рюкзак в одной руке был чемодан а другой руке должна была быть картина картины нема вот пошла искать зашла в те кассы потому что больше я нигде не было идет девочка на встречу мне украинка и говорит а вы случайно картину не теряли говорю теряла но горит вот там вот короче у той женщины где покупала билет там картина и было никому ничего не надо никто ничего не крадет не ворует видите как получается что все хорошо и в общем все мои вещи приехали сюда в германию так у меня опять будут макароны я просто довариваю пачку мне вчера написали что вот эти вот остатки с приправы в которой я варю макароны нужно убирать с друшлака перед тем как друшлак мыть посудомойки но я не знаю мне кажется что они достаточно мелкие я читала что крупные как бы пищевые отходы надо убирать а вот такие вот меленькие ну может быть надо действительно промывать а потом ложить это все дело посудомойку значит там чуть-чуть макарончиков и у меня еще будет ну не знаю может быть один те может быть два бутербродика с вот такой вот намазочкой это даже не на маска это такой какой-то не знаете фарш мясной он не совсем сырой он то ли вяленый то ли полукопченый вот но в общем как бы очень сильно похож на сырой но когда ты его кушаешь ощущение что он полностью сырой нет но вкусный продается вот таких вот видите так ну в разных бывает форме колбаски продается бывает вот таких вот получается три штучки было он мягенький такой ножиком берешь намазываешь и получается вкусненько кстати говоря мне это вкуснее чем в германии колбаса так что сейчас посмотрю сколько я этого дела съем дитя он как паста намазывается даже вот здесь вот на картинке нарисовано что намазывать на булочку делать себе такие бутерброды даже попробовала так что он практически даже найти не соленый вот чем он нравится потому что колбаса вся в германии очень очень соленая пересоленная как и все колбасы вчера варила борщ на снимала видео все но потом случайно его удалила так что у меня теперь запахло вчера домом украиной больше кстати получился вкусный немножко по цвету не того и потому что потому что приключилась 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 странная вещь я купила какой-то сиреневый буряк но по вкусу борщ тот самый тот самый наш домашний украинский борщ вчера уже ела мне хватит его еще дня на два после получились макарошки очень вкусная добавила немножко сюда такого как соуса типа кетчупа потому что моя варила ушла вчера на борщ вот так вот снимала снимала видео все монтировала все было готово и случайно удалила в следующий раз когда буду варить когда буду покупать продукты обязательно с вами поделюсь сделаю закупку и покажу сколько примерно плюс минус стоит сварить кастрюльку борща германии так что мне приятного аппетита сейчас я буду продолжать кушать вот и пить буду потом кофе без вкусняшки буду сейчас себя готовить кофе вот и надо на значение к воды водичку набирая прямо из крана германии здесь она чистая без запаха вот хлорки не слышно в общем ничего нет обычная хорошая вкусная питьевая у меня остывает кофе и хотела вам сказать но не вам а тем кто возможно будут заходить на канал и писать негативные и обидные комментарии потому что вчера у меня залетел там один залетела одна манда и вот я ее заблокировала вот короче говоря начала писать такое под комментарием таня танечка тебе привет вот и начала писать гадости оскорбление сначала таню оскорбила потом на меня перекинулась самый самый оскорбительный самый негативный комментарий я удалила его нет вот в цепочке а а потом эту мадам заблокировала написала мне что вы все время ноете вы все время жалуетесь вы германии все во мне так все нехорошо вот задолбали уже не знаю ребята я ни за кого не расписываюсь потому что я знаю что есть инциденты ну все мы люди да все мы разные конечно же я ни за кого не ручаюсь но я честно вот про себя могу сказать я никого не задолбала и никого не собиралась здесь долбать я сюда приехала месяц у меня потратился на регистрацию и потом я пошла работать все что я себе здесь покупаю все что я себе здесь позволяю все поездки в том числе в украину я делаю за свои деньги вот так что не надо меня здесь знаете как что я кого-то задолбала никого я здесь не долбала и ни на кого я здесь особенно не жалуюсь германия прекрасная замечательная страна я просто рассказала о своих впечатлениях когда я вернулась украины и когда я скучаю или скучаю до сих пор по эту минуту вот мне очень хочется домой меня очень тянет домой меня очень тянет ну вы понимаете да куда почему и зачем вот поэтому на своем канале я не позволю не себя оскорблять не тем более оскорблять своих комментаторов честно все марина ты ушла в банк литвиненко или как там не помню тебя я думаю что она и заходить на канал больше не будет но ты глубоком бане вот так вот у меня подостыл кофе у меня сегодня опять косы вечером вот так что мне приятного кофепития мыслями я в украине мыслями я со своими родными но пока физически нахожусь в германии и как бы так такая ситуация все всем хорошего дня хорошего времени суток всем папа